В этом видео я хочу рассказать вам о новых релизах компании Avon и независимо от того любите ли вы Avon и заказываете ли вы там постоянно или наоборот вы особо ничего там не заказываете, здесь есть несколько релизов, которые независимо от этих факторов могут вас заинтересовать. Но перед тем как мы с вами приступим, если вы здесь впервые, пожалуйста подписывайтесь на мой канал, присоединяйтесь к нашему сообществу, это можно сделать нажав на кнопку подписаться там внизу, сразу же рядом нажимайте на колокольчик, тогда YouTube вас будет предупреждать как только выйдет мое новое видео и вы ни одно из них не пропустите, поэтому обязательно это сделайте и давайте приступать. Я не буду ходить вокруг да около и сразу начну с самого интересного, на мой взгляд вот этот вот релиз, а это помады, о которых я вам сейчас в деталях расскажу, это наверное самый интересный релиз Avon вообще в принципе за последнее время и называются они Liquid Lip Lacquer. У них есть три финиша, это как лаковая помада, так и матовая, так и матовая помада с блестками и давайте я вам расскажу о каждом финише отдельно и во время того, как я буду рассказывать об этой помаде, я вам хочу показать свочи на губах. Да, я сделала свочи абсолютно всех помад, которые у меня есть на губах, для того, чтобы вы посмотрели, как в целом выглядит оттенок именно в нанесенном виде, а не просто в свочи. На мой взгляд, самый интересный финиш внутри этой линейки это финиш Shine, то есть лаковый такой, вот одна из этих помад сейчас у меня на губах, это первая, которая у меня появилась, это оттенок, который называется Vintage Smoke. И после этой помады я поняла, что я хочу попробовать еще больше из этой линейки, посмотреть какие там оттенки, удачные, неудачные. Сейчас лаковая помада становится все более и более популярной, чему я очень рада, потому что у лаковых помад есть ряд преимуществ. Во-первых, они безумно комфортные на губах, потому что это именно такая кремово-гелевая формула, которая безумно приятно носится, легко наносится, не пересушивает губы, не скатывается в уголках или с внутренней стороны губ, также она не отпечатывается на зубы, в общем-то абсолютно ничего плохого я об этой линейке сказать не могу. Также, что мне нравится в этой помаде, это упаковка, достаточно маленький тюбик, но в то же время здесь 7 мл, а это совсем даже немало. И аппликатор. Аппликатор здесь очень удачный, я считаю, наверное, идеальный для такой формулы помады, потому что это такая как лопатка, но в то же время она немножко с заостренным кончиком, что делает очень удобным вообще нанесение этой помады и практически безошибочно можно наносить. В линейке Shine формула от оттенка не зависит, по крайней мере от из тех 4 оттенков, которые у меня есть, и нет такого, что какой-то оттенок хуже наносится, чем другой. Такая проблема, к сожалению, есть в линейке матовых помад. У меня 3 оттенка, и один из них мне не нравится, и это оттенок, который называется Pinking About You. Эта помада мало того, что не очень удачного цвета, для меня лично, по крайней мере, потому что она слишком уже такая вот как барби оттенок, такой холодный светло-светло-розовый оттенок, и наносится она еще как-то так, что мне не очень это нравится, как-то она полосит, и формула у нее такая немножко приближенная к формуле суфле, что ли. То есть тяжеловато ее наносить, плюс этот оттенок, и для того, чтобы сделать достойное нанесение, чтобы это прилично выглядело, достаточно много усилий нужно туда вложить. В то время как две другие из этой же линейки такой проблемы не имеют, и у меня есть одна чисто матовая, и одна матовая с вкраплением блесток. Вот это матовое с вкраплением блесток мне, наверное, больше всего нравится, очень эффектный такой цвет, очень красивый, праздничный, дорого выглядит. Сейчас у компании NYX вышла новая линейка помад, которая называется Slip Tease Lip Lacquer, и вот эти помады из линейки Shine, это, наверное, практически полный аналог вот этих вот помад. Конечно, здесь и в Avon разные оттенки, поэтому если какой-то оттенок вам прям западет в душу, то придется покупать либо одну марку, либо другую, но по формуле и по носке, и по тому, как это все выглядит, ложится, очень похожи между собой эти помады, а Avon, естественно, стоит в разы дешевле, чем NYX. Также у Avon вышла еще одна серия помад, это матовый идеал, это скорее классическая помада в классической форме выпуска, абсолютно невесомое покрытие, очень приятное, тоже эта помада, мне кажется, заслуживает вашего внимания. У меня оттенок Misty Mocha, это такой оттенок, наверное, который бы очень понравился Kim Kardashian, она часто носит вот такие вот оттенки. Для меня это немножко более темный нюд, и обычно вот как раз-таки те помады, которые носит Kim Kardashian, когда я их наношу на себя, на мне слишком темные из-за отличия в оттенке кожи, но в то же время, если вам нравится более такой темный нюд, то вам именно этот оттенок тоже очень понравится. По формуле у меня здесь претензий нет. Конечно, стойкости не будет такой, как у жидкой матовой помады, это очевидно, но в то же время вы тут и не жертвуете комфортом, потому что действительно очень приятно носить ее на губах. Еще один довольно интересный релиз, это вот такая вот пудра в шариках из линейки Avon True, безупречный тон. Этот продукт, скорее всего, понравится тем, кому не нужна пудра для создания очень матового эффекта или для продления матовости кожи. Эта пудра, это очень тонкая вуаль, которая слегка убирает блеск. Вот, допустим, если вам нравится, как выглядит на вас сияющая тональная основа, но вам кажется, что в каких-то местах она, ну, вот чуть-чуть слишком сияет, как раз-таки с помощью этой пудры и легко добиться такого результата, она ложится очень тонкой вуалью, создает такой деми-матовый финиш на лице, ее практически не видно. Но в то же время я бы не рассчитывала на эту пудру, если нужно конкретно матирование и продление стойкости макияжа. Ну, мне кажется, что она, в принципе, для таких целей и не предназначена. Еще одна новинка, это тушь из линейки Mark, и называется она Big & Extreme. У нее достаточно нестандартная щеточка. У этой щеточки очень редкие зубцы, и мне кажется, что как раз из-за этого факта лучше всего она подойдет тем, у кого свои достаточно густые длинные ресницы, потому что вот когда ворсинки настолько редкие, то между ними собирается достаточно много туши, и когда прокрашиваешь красивые густые длинные ресницы, вот эта тушь как будто еще больше их увеличивает и создает такой прям вау-эффект накладных ресниц. Но в то же время, когда такой тушью красить такие ресницы, как у меня, то есть практически несуществующие, то она, наверное, слишком наляпывает все-таки тушь, и не так, как мне бы того хотелось. И результат для меня, я не могу сказать, что прям очень плохой, потому что ни одна тушь не делает из моих ресниц прям вау-эффект. Ну, где-то, наверное, на 4 с минусом или 3 с плюсом, вот как-то так бы я, наверное, писала этот результат. Это все, что касается декоративной косметики. Также у меня есть несколько здесь продуктов из ухода, и первый достаточно интересный. Это вот такое вот масло для волос, вернее, это даже увлажняющая сыворотка, роскошное питание и блеск волос. Я первым делом, перед тем, как пользоваться, заглянула в состав, и состав здесь, в принципе, достаточно неплохой, как для такого средства. Здесь достаточно немало разных масел, и в то же время достаточно много разного рода силиконов. Что касается вот таких вот средств, которые наносятся на длину волос, здесь у меня с силиконами особо проблем никаких нет, потому что самое мое любимое масло это Moroccan Oil для волос, и там тоже вот так вот силиконов, но в то же время оно реально работает. С ним волосы и блестящие, и какие-то более ухоженные на вид, и вот просто это масло преображает волосы. Вот это, в принципе, тоже совершенно неплохое масло. Единственный момент, так как у меня очень короткие волосы, мне его нужно буквально, я не знаю, треть помпы, которая вытавливается здесь. Если у вас длинные волосы, вы, наверное, больше сможете насладиться таким продуктом, и я бы сказала, что для длинных волос оно и более необходимо. Я такие средства не рекомендую наносить прям вот на корни или втирать там в кожу головы, потому что, ну, опять-таки, во-первых, здесь достаточно много силиконов, и это не предназначено для того, чтобы вы это так наносили. Но в то же время по длине волос такие масла действительно преображают. Волосы начинают больше блестеть, они становятся более как будто живые. Если вам нужно какое-то масло для волос, и вы не хотите вкладывать в это много денег, то вот такое вполне можно заказать, оно неплохое. Еще один продукт, который мне понравился, это крем для рук из линейки Planet Spa. Мне в первую очередь понравился формат, это достаточно такой небольшой тюбик, чем-то напоминает кремы L'Occitane по внешнему виду. Этот крем очень приятный, изначально вот когда только-только наносишь на руки, он кажется немножко таким жирным, но в то же время впитывается он достаточно быстро и хорошо увлажняет как и кутикулы, так и вообще, в принципе, кожу. Мне нравится этот крем, я с удовольствием им пользуюсь. Последние два продукта, которые я вам буду показывать, для меня лично не совсем актуальны, и скорее всего они пойдут на один из розыгрышей, которые я буду проводить у себя на канале. Первое, что я имею в виду, это новый парфюм, который называется Far Away Rebel, и он был разработан совместно с Front Woman группой The Heart Kiss. И здесь вот сразу на первой же странице есть вот такой вот тестер, который можно потереть и ощутить этот аромат. Я для себя поняла, что это совершенно не мой аромат, потому что он слишком сладкий и приторный, но тем не менее я знаю, что есть и яркие почитатели таких ароматов. И, кстати, насколько это действительно удобно, когда в каталогах есть тестеры, когда ты можешь сразу ощутить аромат и понять, стоит тебе заказывать этот парфюм или нет. Я считаю, вот такие тестеры должны быть во всех каталогах всех брендов. И вот в первую очередь для Faberlic это было бы очень актуально, потому что у них вообще таких тестеров нет. Я считаю, это крайне удобно. И последнее, что я хочу упомянуть, это вот такой вот шампунь. Это питательный шампунь для всех типов волос, всесторонний уход. Здесь 400 мл, достаточно большая здесь упаковка. Я им не пользовалась, потому что я вам уже рассказывала, что сейчас с начала октября, по-моему, я начала пользоваться линейкой Керостаз. Поэтому ничем другим я стараюсь не разбавлять этот уход, чтобы сложить очень четкое представление о том, на что он способен. Поэтому вот этот шампунь для меня, по крайней мере, сейчас абсолютно не актуален. Поэтому, скорее всего, я его тоже отложу на какой-то конкурс. Что ж, у меня все. Это были все новинки, которые у меня появились от компании Avon. Я очень надеюсь, что это видео было для вас интересным и полезным. Если так и было, конечно же, поставьте ему палец вверх. Если вы еще не подписаны на мой канал, но хотели бы подписаться, это можно сделать, нажав на вот эту круглую иконку вот здесь. И также сейчас YouTube предлагает вам другие мои видео, которые вы можете посмотреть. А если вы уже их смотрели, то мы с вами увидимся в моем новом видео через несколько дней.